И хотелось бы в конце сказать, привести слова имама Шатиби, который Манзума собрал именно 7 каратов вместе, 1173 куплеты. И все эти Манзума Шатиби, которые основаны на хадисах пророка Мухаммада, на хадисах, он приводит и говорит «Хаменак, мари, ом, велидах, олева, олевы. Мелабысы, олевы. Обидах от богатых, олевы. Суши в небе, олевы, олевы». Ваши в небеhänguste. За участие о славе и олевы. Будет в� clау, которое эфиде Хатиза háть в коран. и порок Мухаммад сказал, что родители в судный день оденут короны, одежды, жемчуг из драгоценностей, из шелка и все, имам Шаффи говорит можно обрадовать родителей то, что на вас оденут такую прекрасную одежду в день суда самую дорогую одежду оденут в день суда на таких родителей даже в каждый человек придет в судный день без одежды таких оденут короны и одежду из жемчуга из дорогого шелка и будут говорить, что это родители Хаффида А что касательно о самом числе Курана то эти люди элита судного дня и приближенные люди к Аллаху то есть элита, мы видим, иногда какая-то элита идет делегация какая-то идет, их охраняют даже можно увидеть в Маджид-Аль-Харам когда президент какой-то приехал или там правитель его окружает, то есть его давки нет его никто не толкает он спокойно делает талах или, например, бывает вот в Москве, например с мигалкой машины то есть человек куда-то опаздывает стоит пробки, а тут отдельно машины едут и их никто не драмозит и останавливает такая же вот элита судного дня в частях Курана они отдельно будут идти Аллаху какая же одежда вот у нас есть одежда кто-то подевает кто-то там костюм, галстук и так далее а одежда какая должна быть смысловая одежда в Хаффидах Курана четыре вещи они должны быть в честь Курана в Хаффидах Курана должен быть добрым из него должно исходить все добро сабр терпеливым потому что на этом нужно терпение как вы сказали во время обучения во время изучения никто не просто сегодня же открыл Куран нет через какие только трудности тяжести человек не прошел то есть нужно сабр и богобоязненность и вот это вот есть сшитая одежда в Хаффидах Курана то есть по размеру ничего не добавлять убавлять не нужно поэтому альхамдулля и также самое основное что мы должны сделать то есть сейчас задается вопрос наверное у родителей как вот правильно начать как вот начать Куран какая вот много вопросов по какой битозике учить и так далее я всегда говорю этот вопрос альхамдулля нужно подобрать хорошего специализированного такого который хорошо понимает в области Курана преподавателя альхамдулля и уже чтобы этот преподаватель занимался с детьми то есть бывает например какой-то такой слабый преподаватель бывает там например заучил Куран выучил то что вчера выучил завтра новую суру то забыл и так далее какая-то каша вот бывает поэтому должен быть такой преподаватель который знает у него есть манхач у него есть правильная программа чтобы он не просто выучил а забыл методика методика да чтобы у него не должно быть там он хотел сейчас любую суру прочитать наизусть, ему не нужно для этого садиться, открывать Кур'ан, повторять с любого места, в любое время, чтобы он смог прочитать. Для этого должен быть правильный, специализированный преподаватель со своей методикой. И таким образом иншаллах мы сможем обучиться. Валлах, валлах, есть столько пользы. Кур'ан, марекуллах. Сейхи, агдуллах, марекуллах.